Обретенная святыня в Новорингойском храме преподобного Серафима Саровского побывала древняя икона святителя Николая Чудотворца. Ее привез епископ Салихардский и Новорингойский Николай, который также совершил в церкви божественную литургию, рассказывает Надежда Печоркина. Со времен апостольских праздник христианской Пасхи продолжается неделю. Все это время, названное в церковном календаре Светлой Седмицы, представляет из себя единый праздничный день. Всю неделю в храмах оставались открытыми царские врата и носили с крестным ходом особый хлеб – артас. Пришло время раздать его всем пришедшим на службу. Пока Христос отдал себя всего без остатка для каждого из нас, так и хлеб этот сегодня будет раздаваться всем ищущим Христа, всем любящим его и всем желающим прикоснуться к святыне Христова. Пасхальная радость Светлой Субботы в храме преподобного Серафима Саровского умножена приездом в ладыки. За эту неделю он уже побывал во многих храмах епархии со святыней, которая была чудесным образом обретена через 93 года после того, как исчезла из Салихарского храма. Думали, она безвозвратно для всех нас потеряна. После того, как был разрушен храм, были оскорблены все святыни, сожжены. Чудом Божиим эту икону спасли именно немцы. Они выкрали ее, рискуя жизнью, и увезли в Верховье Таза. 20 лет назад житель Красноселькопа Николай Винников выкупил старинную икону у немцев, а теперь решил передать ее в церковь. Святой образ, потерянный в 1922 году, вернется в храм, в котором до этого находился. Пасх воскресе! Пасх воскресе! Граци! И пусть Пасха в этом году такая ранняя, что и снег еще не сошел, но от этих слов, кажется, вокруг теплеет, и весна приходит раньше положенного срока. С каждым годом все больше людей, которые осознают, что главное в православной церкви не красота облачений и внешняя привлекательность обрядов, а божественная литургия. Она занимает в церковном богослужении центральное место. К ней стремятся те, кто хочет исповедовать Христа не только словом, но и делом. То, что он даровал своим ученикам, тем людям, которые верят в него, любят его, ни в какое сравнение не идет с теми благами, которые может даровать человеку мир. Потому что при наличии всех благ мира, если в душе будет плохо, ничего радовать не будет. Многим еще предстоит учиться сохранять и умножать ту радость, отнять которую никому не дано. Но чудо возвращения древней святыни говорит сомневающимся о том, что для тех, кто верует, все возможно. Надежда Печеркина, Давид Давидашвили, телевидение «Импульс» специально для телеканала «Союз».